Сдержанный оптимизм. Пожалуй, так можно охарактеризовать настроение очередной инспекционной поездки руководителя районной администрации по социально значимым стройкам. Хотя нельзя отрицать, что отставание от сроков сдачи существенное. Работы ведутся, но строителей приходится постоянно подгонять. Например, на стройке садика в Первом Советском переулке в Щелкове сократилась численность рабочей смены. Сегодня она всего 29 человек. Алексей Валов потребовал до конца недели довести количество рабочих до норматива. Детский сад в Медвежьих Озерах. У застройщиков претензии к подрядной организации. Начинала работать хорошо, но сбавила темпы. Бордюры есть, все есть. Начинать им есть. Ну, вот малынку тянут они такие. А что таких? Почему там проплачивали? Они же делали, да. Асфальт сделали, все. А сейчас остались деньги? Конечно, конечно. Комиссии показали смонтированный и работающий лифт. Это, безусловно, позитив. Но часть уже выполненных работ придется переделать. Например, плитка на дне ванны-бассейна является собой не только технологическое нарушение, но и представляет опасность для здоровья детишек. Сад в Новом Городке традиционно порадовал. Он догнал график по темпам работ. Практически готов третий этаж здания. Во дворе строители, как и обещали, начали делать благоустройство. Конечно, самые большие изменения по Новому Городку здесь. Остальное не удовлетворить. Но все равно заставим и закончим. При этом проблем с финансированием строительных работ по всем трем садикам нет. Деньги исправно поступают из муниципального и областного бюджетов. У нас финансин заложен полностью. Акты выполненных работ представляют, пожалуйста, идет оплата. В этом плане у нас задержек нет. В ходе объезда Алексей Валов также посетил перинатальный центр. К сожалению, экономический кризис отразился и на этом объекте, даже несмотря на то, что стройка ведется под контролем лично губернатора региона. При этом наш центр значительно опережает по степени готовности два других аналогичных строящихся в Подмосковье объекта. Начальник департамента государственных и муниципальных контрактов компании «Мортон» Владимир Гаврилов оценил готовность около 70%. На перинатальном центре практически смонтированы инженерные системы, закончена вентиляция, электрика, начинаются работы по благоустройству. Скоро здание получит свое лицо. Начнется отделка фасада с изображением на нем трех голубей. Их изготавливают по индивидуальному проекту и скоро привезут на площадку. Сроки сдачи объекта не называются, но он точно примет первых пациентов в этом году.